Друзья, ну, этот ролик, на мой взгляд, очень хороший, поучительный, в том числе и для самих коллекторов. Обратите внимание, какой в самом начале том у взыскателя и что будет в конце, в самом конце. Он действительно поучительный, интересный, поэтому послушайте до конца, да, я думаю, все послушают, потому что действительно это, ну, нормальный, классный ролик получился. Да. Алло. Здравствуйте. Это звонок из Банка Прослава, меня зовут Виталий Геннадьевич Леведов. Валерий Анатольевич. Слушайте. Как Вас зовут? Леведович Виталий Геннадьевич. Мы звоним по договору 248-819-271, 65 дней просрочки, третий месяц пошел уже. Вы вносили оплату просрочной задолженности? Нет. Нет. Не вносили? Нет. Когда у Вас будет оплата вноситься? Шестьдесят дней просрочки уже ведет. Очередной штраф был назначен четыре дни назад. Штраф даже? Я даже не знаю, специально интересовался про Банк Траст. Оказалось, что Банк Траст в стадии санации, Центробанк уже полностью конкурсных управляющих туда назначил. Я так думаю, что смысла-то нет туда вносить. Сами как думаете? Я думаю, смысл есть вносить. Вы знаете, что такое санация? Конкурсные управляющие. Санация? Да, я знаю. Это подготовка к ликвидации. Нет. Это объединение. Санация. Декредация. Знаете, когда к стоматологу приходишь, зуб санируют, да? С стоматологией это никак не связано. С чем? С стоматологией? Нет. Нет, просто слово. То есть, Вы думаете, у Вас в этом прогрессе что-нибудь или что? Нет, я просто хочу убедиться, что есть смысл, либо нет смысла выбрасывать собственные средства в никуда. Да это не собственные средства. Вы взяли кредиты в банке. Это средства банков, пока Вы не выплатили. Ну, в данном конкретном случае, то, что у меня лежит в кошельке, это мои собственные средства. Да нет, пока Вы кредит не оплатили полностью. Мы же не маленькие дети. Да, нет, да, нет, я лучше знаю. Вот я Вам заявляю про свои собственные средства, не про Ваши, а про свои. Все, что лежит у меня в кошельке, я сам принимаю ощущения, что с ними делать. Ну, хорошо. Замечательно просто. Вы знаете, что банк может принять решение по третьей статье, предать договор в сессию, либо в суд. Правильно? Первый вариант уже не уместен, потому что я отправил письмо, которое называется «Отзыв согласия моего на обработку персональных данных и передачи этой информации третьим лицам». Уместен. То есть Вы даже не знаете об этом, что уместно, что нет. Мотивируйте. Мотивируйте, пожалуйста, по утверждению. Отзыв, отзыв персональных данных. Вы не оплатите 65 дней. Я… Возможно сколько… Еще раз повторяю, еще раз повторяю. Отзыв согласия на обработку персональных данных и передачи этой… Не перебивайте, пожалуйста. И передачи этой информации третьим лицам. То есть, я согласился, потом отозвал свое согласие. В этой связи только третий вариант… Точнее, второй вариант уместен. Подача в суд. Вот это я готов обсуждать. Нет, Вы ошибаетесь. Глубоко заблуждаете. Я Вас попросил, мотивируйте, мотивируйте. Глубоко заблуждаете. Это не мотивация, это не аргумент. Не буду я Вам обсуждать законодательство, которое Вы не знаете. Подождите. Это не голословно. Это голос… Ну, тогда аргументируйте, елки-палки. Передачи третьим лицам это не считается, да. Вы 65 дней… Да не надо, как в детском саду считается, не считается. Аргументы. Человек дал согласие, отозвал согласие. Человек доверенность написал у нотариуса. Хорошо. Потом отозвал свою доверенность. Давайте лучше про суд разговаривать. Вот передать… Ну, хорошо, ладно, окей. Я сошлюсь на свою якобы некомпетенцию и на Вашу уникальную осведомленность во всем и везде, в том числе и в законах. Окей, передали. Передали третьим лицам. Есть возможность. Мы не передали еще. Я говорю, есть возможность… Ну, так это… Я вас сообщаю. А зачем? То есть, это, получается, вы должны меня каким-то образом смотивировать на оплату, вот сообщая вот эту информацию. Верно? То есть, я должен напрячь… В принципе, умные клиенты так и делают. Нет, трусливые и не умные как раз, а именно те, кто ничего не понимает. Я же всегда, запомните, всегда, прежде чем что-то предпринять, обдумываю это, изучаю вопрос, а уж точно, что касается моих денег. Итак, второй вариант либо первый. А чем он, собственно говоря, может мне усложнить жизнь? Зачем будете воплачивать недобровольно? Бинго! Бинго, друзья мои! Моя жизнь останется такой, какой она есть сейчас. Верно? Ну, как? Ну, значит, усложнить, хорошо. Ну, может быть, если усложнить не может, значит, улучшить. Так это еще лучше. Верно? Ну, нет, верно, вы говорите… Подождите, я вам задал вопрос, чем эта ситуация может усложнить мою жизнь? Ничем. Хорошо, чем изменить? Измениться она может. Значит, если усложнений не будет, значит, только в лучшую сторону. Ну, друг ты мой, ну что, ну я рад, что ты мне позвонил. Я не знаю, как сейчас вы живете. Может быть, лучше. Очень хорошо. Очень хорошо. В принципе, желаю всем так же. У меня все очень хорошо. И у меня рассчитан бюджет на год вперед. У меня хорошая зарплата. Банк ТРАСС я взял паузу. Я должен разобраться. В новостях говорят, что Банк ТРАСС недобросовестно выполнял свои обязательства, которые ему делегируют лицензии от Центробанка. В этой связи… Банк под 6% выделил миллиардов рублей на санацию. Ну, так… А так, может, следить за ликвидацией? Я вообще… Так нет, это политика в нашей стране такая. Вся страна живет за счет банковского сектора. Чтобы в Центробанке, да, генерируются деньги, которые мы в виде налогов платим, и потом… Центробанк, естественно, эти деньги раздает банкирам, коммерческим структурам, чтобы опять вернуть их народу, но уже под проценты. На мой взгляд, это произвол, это несправедливо… А зачем тогда, говорите, ликвидировать банк-то наш? Да нет, нет… А что надо смотреть? Нет, сейчас-то он уже ни хрена не выдает и ничего не принимает. Вы какое-то НТВ, либо НТВ смотрели, значит… А что надо смотреть? Да нет, я… Нет, я… Я телевизор вообще не смотрю, кроме ТНТ. Там нет новостных вообще сюжетов. Еще спортивные каналы смотрю. Больше ничего не смотрю. А уж тем более НТВ, у меня даже заблокированы эти кнопки, чтобы семья не смотрела. Я и вам не советую. Вообще лучше телевизор поменьше смотреть. Я тоже придерживаюсь вашего мнения, кстати, по этому поводу. Да, да, потому что телевизор – это икона дьявола, я считаю. Так же, да, ее называют. То есть вся негативная информация, в том числе, которая сподвигает людей идти за кредитами, именно оттуда. Красивые машины, шубы, одежды, дома, курорты, путешествия. Пошел, посмотрел, захотелось, пошел, взял кредит, потом зубы на полку. Ну, в моем случае была ошибка. Сейчас я, собственно, изо всех сил пытаюсь… Ну, ситуация сложилась так, что все на моей стороне. То есть ни первый, ни второй… Я лично в этом и сомневаюсь. Смотрите, Жириновский вообще предлагал Российской Федерации переименовать, чтобы долг не отдавать никакой… Нет, ну, как вариант… То есть если ликвидация банка будет, допустим, то они думают, что долга у вас не будет. Нет, понимаете, наличие как такового виртуального долга никаким образом не может не изменить худшую, как мы с вами заметили, сторону жизнь. Ну, будет банк ходить этим листочком или чем он там махать и кричать, что… Ну, это же ерунда и глупости. Кроме банка и меня об этом знать не будет. Более того, банк наверняка быстрее забудет об этом… А, вот еще что. Это вот за это вам отдельное спасибо, чтобы… Как вы сейчас скажете… Никогда больше не мог взять кредит. Отдельное спасибо за это. Я, в принципе, и без этого никогда больше не сунуть. Живу посредством… То есть была эта… Блажь налетела на меня в свое время. И очень я об этом сожалел. Ну, конечно же, взялся за ум, сел, посмотрел… И принял вот такое вот решение. Что ничего мне не грозит в нашем государстве. Пускай тут тяжело жить, но можно выкручиваться, можно выживать, а можно даже вообще шикарно эксплуатировать ситуацию. Потому что банк дал мне мои же деньги, если образно говоря… Говорить, простите. Ну, банк же от Центробанка, вы же сами сказали, получает ассигнование. Да, конечно. Да. А где в Центробанке? Откуда в Центробанке деньги берутся? Ну, скажите сами себе вот… Ну, откуда? Это же аккумулятор… Вы сами уже сказали. Да, налоги. То есть, аккумулятор всех денег Российской Федерации. Ну, и в любой стране есть Центробанк. Так вот, в нашем с вами случае, естественно, деньги это налоги. Налоги коммерческих структур, больших, маленьких. А те, естественно, собирают налоги с граждан. А и налоги за дороги, которых не существует и так далее и тому подобное. Ну, что еще говорить здесь? Банк взял… То есть, в ваших невыплатках виновата государство? Да, кстати, да. Я же брал, когда деньги, какой курс доллара был, какие были цены. Как я планировал свое существование? Как? Сейчас в три раза дороже все стало, а заработки не изменились. Я был вынужден бросить свою работу, пойти в бизнес. И, слава богу, я в этом бизнесе преуспел. Но это уже не касается государства. То есть, если бы… Понимаете, я здесь даже вынужден сказать спасибо этому кредиту. Если бы не кредит, я бы сейчас работал на той работе, где был. И получал бы от дяди вот эти денежки утром на работу. Ведь, ну, примерно, ситуация похожая на вашу, как сейчас вы работаете. Да, а потом смотрю, мне этого ничего не хватает на жизнь, понимаете. Еще и банку, еще и на семью. И думаю, нет, дело дрянь. Ну, а я из-за такого разряда человек, что я любую проблему переквалифицирую статус задачи. Я поставил перед собой задачу исправить финансовое состояние. Как? Минимизировать расходы. В первую очередь убрать чертовой матери платежи, которые идут в никуда. Понимаете? Как это сделать? Не просто так голословно. Дай посмотрю, что можно сделать. Из платежей в никуда я, естественно, в первую очередь решил, что надо посмотреть ситуацию с банком. Что? То есть перестали платить кредит. Я вас понял. Да, 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 да. Я изучил ситуацию, я понял, что вам ничего не грозит. Ничего абсолютно не грозит. Да многие клиенты так думали. Потом, когда уже исполнится... Ну, разубедите меня. Ну, вот вы сейчас опять голословные заявления делаете, молодой человек. Ну, это неправильно. Это того, чего нету. Так вы скажите, что меня ждет? Страшно. Я же и не говорю вам меня пугать. Я могу знать, что его ждет. Откуда? Нет, ну, мотивируй. Как у вас там в методичке написано? Мотивировать должника на оплату. Нагружать. Ну, мотивируйте меня на оплату. У меня уже была передача в НБКИ, передача в суд. Вот, смотрите, не смотивировали. Более того, суд это вообще круто. Для меня лично. Чем? Ну, потому что это единство и, как вы говорите, добровольный, справедливый. Какого имущества? Арест, молодой человек. Прежде чем арестовать имущество, должно реализоваться исполнительное производство. Верно? Да. А для этого должно быть... Суд, да. Суд, да. Четкий, конкретный, без штрафов суммы нужно зафиксировать. А как процедура подачи в суд? Сначала банк, существующий банк, а не банк в стадии санации, должен мне что сделать? Выставить окончательное требование. Это верно? Он и выставит. Выставить. Ну, давайте не будем в будущем... Банк санации не выставать, понимаете? Так нет. Да ради Бога. Я же не говорю. Я просто отметил. Я подозреваю, что банку этим заниматься не интересно сейчас будет. Есть куча должников, которые ничего не понимают, и после звонка таких людей, как вы, быстренько бегут и платят. Зачем ему на меня тратить время, когда есть достаточное количество лохов, овец, которые спричь можно? Нет, есть такие, как вы, которые изначально тоже думают, что ничего не будет, а потом, когда уже все случилось, может, знало. А что случиться должно? Вы вот все время говорите какими-то загадками. Какие загадки. Ну где? Ну, раз попробуйте, что должно случиться? Я же сейчас вам начал рассказывать, как будет процедура, как я ее вижу о подаче банков. Я же не отрицаю это. Хорошо, если вы ее так видите, то хорошо. Банк выставляет окончательное требование со своими всеми амбициями коммерческими, подает меня в суд, предоставляет в суд бумагу, что он действительно со мной пытался договориться, выставил окончательное требование. Еще раз повторю, это исковое только производство. Судебный приказ, естественно, я тут же отменю. Далее что? Если суд меня уведомляет об этом, то есть я получаю эти документы, я естественно, как человек-гражданин, имею право... Что, суд же у нас состязательный процесс, да? Еще 5 дней, да. Каких еще 5 дней? Вы что говорите? Вы же говорите, что вы законы знаете. 30 дней дается, понимаете, на подготовку возражений, либо может быть... Судебный приказ... Да, судебный приказ... Судебный приказ, вы не путайте, я сразу вам сказал, судебный приказ, на него время даже тратить не нужно. Потому что, как только я его получу, его через, ну, буквально один день меня займет, это вот просто выбрать 5 минут, чтобы заполнить возражение, отмену сделать, да? И отнести его в канцелярию судебную. Вот и все. Ну, либо по почте отправить. И на основании 128-129-й судья тут же его отменит, если поступает возражение. Вы же понимаете, что судебный приказ, он не может существовать в формате не присутствия сторон. Это вам так кажется, что так может быть. На самом деле... Может быть, если перед этим стороны договорились... Да, так это банки пользуются, вы не до конца понимаете ситуацию, молодой человек. Подумайте, полистайте, вы не дурак, я слышу по голосу. Полистайте справочный материал. Судебный приказ на основании 126-й статьи выпускается. И подразумевает то, что стороны договорились, просто, ну, по каким-то причинам им нужно это все именно в суде оформить. Есть договор и все такое, и заведомо сторона ответчик не будет возражать. Просто нужно вот документальное подтверждение официальное. Все. Чаще всего это через юрлист происходит. Вот. И подразумевает то, что на основании того, что одна сторона может вот так легко упрощенный порядок применить, существует... на основании 126-й статьи, 128-я, 129-я позволяет второй стороне точно так же в упрощенном формате это все отменить, если она просто не согласна, эта вторая сторона. Вот, понимаете? А дальше только исковое производство. И у меня будет возможность писать возражения, по 333-й отменять неустойки. Конечно будет. Да. И вот. И в этом случае сумма долга будет справедливая, без всяких там ваших штрафов. Максимум, чем я рискую, это 7% исполнительного сбора. Да. Ну, смотрите. Если у вас нет оплаты на месяц, пошел уже третий месяц, без учета штрафов и неустойки процентов. Но сумма-то не маленькая. И что теперь? Ну, будет это в суде сумма болтаться. Ну, вернее, суд выставит вот это вот. Встанет на сторону банка, да? Отлично. Хорошо. Что дальше происходит? Продолжайте мысль. Я в течение 5 дней должен заплатить. Дальше. Я не заплатил. Что дальше? Ну, после вынесения решения суда, после оглашения, уведомления меня, в течение мне дается 5 дней на оплату. Смотря какое решение суда будет. Я же не могу предугадывать. Ну, вынесение. Я же гипотетически предположу. Вариантов очень много. Да. Арест имущества, арест счетов может быть. Нет. Ну, вот. Вот вы развиваете мысль. Давайте. Вы не стесняйтесь. Я же вас не пытаюсь в тупик поставить. А наоборот, вам помогаю. Понимаете? Я не стесняюсь. Я говорю, мне надо очень много причислять. Решение суда однозначно удовлетворить исковые требования. Такое может быть решение суда, да? Ну, вы об этом сейчас хотели сказать, да? Дальше что происходит? Есть решение суда. Далее что? Ну, что дальше? Скажите. Или не знаете. Смотря какое решение суда. Да блин, блин. Я не знаю, если оно еще не произошло. Да не, я же. Мы с вами, нет, гипотезу предположили, да? Что удовлетворение исковых требований. Сумма такая-то. Удовлетворение исковых требований. Все. Зыскать с такого-то, такого-то сумму, такую-то, такую-то. Все. Дальше что будет? Все. Вот мне вручили. Судебных приставов. Вот. Отлично. Бинго. Добрались. Что делает судебный пристав? Ну, чтобы взыскать долг. Напомню, по закону судебный пристав в первую очередь должен смотреть не на сумму долга, а на возможности должника. Это закон. Об этом легко судебному приставу можно напомнить. Много вариантов. Много вариантов. Давайте я вам расскажу. Просвещу вас. Просвещу его. Он подает запрос в пенсионный фонд на предмет отчисления пенсионных взносов. Ну, выясняет, если официальная зарплата у человека. После этого он дает запросы в регистрирующие органы, где может быть недвижимость, транспорт, пароходы, самолеты. Ну, и где-то там порядка 10-15 банков запросы делает на наличие счетов с деньгами. Все. На этом мотивация пристава заканчивается. Нигде не нашлось имущества. Домой идти к человеку он не хочет. Он вызовет его повесткой. Человек придет. Он не скрывается и скажет, да нет у меня ничего. И дома один телевизор стоит и он жене принадлежит. Далее что? Ну. Алло. Хорошо, Валерий Анатольевич, я вас понял. Вот. Если хотите судиться, судитесь. Отлично. Выберите суд. Отлично, дорогой мой. Смотрите, ваш... Я не думаю, что смысл вести дальше переговоры с вами. Да, конечно, нет смысла. Вам со мной нет смысла. Удачи. Друзья, ну, примерно так. Конечно, это краткое такое усеченное, скажем так, усеченное событие. Версия специально для взыскателя. По большому счету юристы работают, эксплуатируют гораздо большее количество вариантов в помощи клиентам своим. Я сейчас про свою компанию говорю. Вот. Ну, этот паренек, ну дай бог ему ума и здоровья. Вроде, по-моему, задумался. Ну, тут как раз тот самый случай, когда не перебивал и давал сказать. И, ну, скажем так, диалог прошел не только для вас с пользой, но и для этого коллектора. Не знаю, какая его судьба ждет, но этот вроде душой еще, знаете, у него работа не повлияла на его мозг. То есть, не состояние его души, его вот работа. Не любит он ее, мне кажется, в сомнениях весь. Для тех, кто хочет понять, как устроена работа нашей организации, вообще хочет встать под юридическую защиту, кому надоели вот эти вот долги, постоянные звонки, непонимание, неизвестность, ощущение того, что он всем должен вокруг. посмотрите в описании этого ролика, есть ссылочка на наш сайт. На сайте выложено видео, как устроена работа кредитных юристов. Также есть ссылка на группу ВКонтакте, где все наши ролики дублируются. Ну, а те, кто давно на нашем канале, пожалуйста, ставьте лайк. Если вам понравилось, пишите комментарии. комментарии, постараюсь ответить. Ну и, конечно же, те, кто еще этого не сделал, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Пожалуйста, если не жалко и не трудно, репост в соцсетях. На связи был Кузнецов Дмитрий. Счастья и финансового благополучия вам и вашим близким. До свидания.